Мы будем как взрослые люди, как родители, как служители, как священники давать священническое благословение детям. Это очень важная вещь. Поэтому где Мария, Маша, Евгений, не вижу вас. Жень, как у нас выходят? Первые, первоклассники есть у нас? Кто в первый класс? Один? Всего один? Вау! Наши просто все уже давно прошли это, да? Кто люди? Ты самая крутая будешь. Раньше обычно много было, и мы раздавали. И большое благословение приходилось на всех делить. А сейчас тебе одной, представляешь? Тебе повезло. Ты в первый класс пойдешь, да? Как тебя звать? Ульяна. Ульяна. Отлично. Ульяна пойдет в первый класс. И у нас есть подарок для Ульяны, да? Набор школьника, пожалуйста, тебе. Это, чтобы ты была снаряжена. Ты хочешь в школу? Отлично. Самое главное, чтобы это желание не изменилось. Всегда хотела в школу. И давайте тогда всех остальных позовем, всех школьников, и помолимся за всех. Выходите, кто идет в школу. Да, 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 да. Можно вас чуть-чуть вот сюда, чтобы вот сюда? Ага. Ульяна, иди сюда тоже. Аллилуйя. Кто в школу, кто в садик, все. Вообще, принцип благословения, это библейский принцип, очень важный. Когда родители благословляют своих детей, они наделяют, наделяют детей судьбой. Мы в Библии много читали об этом, да, когда отец старейшина уходил из жизни, и у него были сыновья. И он своим сыновьям давал благословения. Когда уходил Бог Аврама, Исаака, Иаков, он двенадцати своим сыновьям раздал благословения, и они были разные. И через благословения он определил судьбу. Итак, первый, кто благословляет, это родители. Поэтому, если ты родитель, благословляй своих детей. Не проклинай, не говори негативные вещи, не говори гадости, не говори там что-то, даже если они себя плохо ведут. Говори всегда слова веры. Говори слова благословения, потому что в твоих словах есть духовная сила. И второе, кто благословляет, это церковная власть, да, это церковные служители. И в этих словах тоже будет благословение. Благословение для того, чтобы вы, мальчишки и девчонки, дети, были успешны во всех своих путях. Где бы вы ни находились, знаете, вы особенные. Вы избранные Богом. Вы любимчики у Бога. Возможно, ваши одноклассники, которые выглядят точно так же, как вы, а может быть и даже лучше. Но они светские, они неверующие. А вы верующие. Вы в семьях верующих. Вы на территории Царства Божьего, где много у Бога любви по отношению к вам. И сейчас мы будем молиться и благословлять вас, чтобы в этом сезоне жизни, в который вы входите заново, каждый в новый уровень, в новый класс, да, в новую высоту. Кто-то в садик начинает идти, кто-то в первый класс в школу, кто-то уже продвигается по школе, как там принято. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и до конца школы. И каждый сезон это своего рода вызов, да, потому что вы выросли, вы стали другими за время каникул. Сверстники выросли, все меняется. Вы знаете, да, что в этом мире, в этом мире много соблазнов, много неправильных вещей, много греховных вещей, которые дети уже делают. И перед вами тоже будет стоять выбор, соответствовать этим вызовам, греховным соблазнам или все-таки выбрать путь святой жизни с Богом. И вы должны иметь силу. И мы сейчас будем молиться, чтобы Бог дал вам силу, чтобы Бог дал вам праведность, чтобы Бог вам дал благоволение, чтобы Бог вам дал мудрость поступать правильно. И у нас есть подростковые, молодежные пастыря, они тоже вместе с нами будут молиться. И вы, дорогие, вот если у тебя даже нет здесь ребенка, молись как за своего. Как за своего. Вот все счастье, всю любовь, всю радость, которую ты хотел бы иметь к своим детям, передай в молитве даже за чужих. Амэн. Отец, во имя Иисуса. Мы так благодарны тебе за то, что ты не перестаешь творить жизнь на этой земле. Ты даешь наследие родителям, это дети. Дети, которые воспитываются в твоих традициях, в твоей истины, в твоей культуре. Это дети, которые уже живут на территории Царства Божьего. Это дети, о которых заботишься ты. Ты предопределил для них судьбу, ты возлюбил их, ты протянул к ним руку, ты дал им свое благоволение. И мы молимся, Господь, во имя Иисуса, чтобы все то, что ты приготовил, как любящий Небесный Отец, оно начало проявляться в этом сезоне для каждого ребенка во имя Иисуса Христа. Мы молимся о сверхъестественном благоволении, которым ты благословляешь праведных, как щитом венчаешь их. И пусть благоволение Твое, оно будет на наших детях во имя Иисуса. Мы молимся о сверхъестественной мудрости, которой нет у других детей, но ты, которую даешь любящим тебя, пусть Господь, Дух премудрости, Он обитает. Он будет помазан, Он помажет этих детей во имя Иисуса через возложение рук священства, через возложение рук служителей. Мы помазываем, мы благословляем, благословляем защитой, благословляем помазанием, благословляем кровью Иисуса. Ангелы Твои пусть активируются и ополчатся на всех путях во имя Иисуса Христа. Пусть мудрость Твоя, пусть любовь Твоя, пусть сила Твоя, пусть благость Твоя, она пребывает во имя Иисуса. Во имя Иисуса Господь, благослови, благослови, пусть будет сила Духа Святого, пусть будет помазание Духа Святого, пусть с детства они будут носителями Твоего огня, Твоей силы, Твоей ценности, Твоей праведности во имя Иисуса. Благослови, Господь. И давайте все вместе от сердца скажем, благословляем, 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 благословляем. Аллилуйя. Помните, каждый из вас любимчик у Бога, вы любимчики у Бога, Аллилуйя. Свят Господь, Аллилуйя. Мы начинаем служение. Аминь. Аминь. Аминь.